Конор МакГрегор признает мастерство Хабиба Нурмагомедова в борьбе, но заявляет, что у него есть ответ на стиль соперника. У него много слабых сторон. Он вырос в Дагестане, который специализируется на борьбе. Парень боролся с медведями, когда был ребенком. Это часть их культуры. У меня нет иллюзий по поводу того, что он действительно искусный борец. Он медленно и плохо двигается на ногах. Его ударная техника совсем на среднем уровне. И этим я воспользуюсь в бою. Он, может быть, и боролся с дагестанскими медведями, но никогда не боролся с ирландской гориллой. Хабиб Нурмагомедов сообщил, что ему осталось согнать всего 3 килограмма перед взвешиванием UFC 229. Также наш боец рассказал о своей стратегии поведения на второй пресс-конференции перед UFC 229. «Я планирую оставаться спокойным и игнорировать его. Мне кажется, что эта стратегия работает. Я вижу, как он нервничает, когда я не отвечаю ему. Остаюсь львом рядом с лающей собакой». Помимо этого, Хабиб заявил, что если Макгрегор опоздает на пресс-конференцию, как это сделал он в первый раз неделю назад, то он просто выйдет на сцену, поздоровается со всеми и сразу уйдет. Напомню, что вторая пресс-конференция Конора и Хабиба состоится в ночь сегодня на завтра. Начало трансляции в час ночи по московскому времени. Ссылку на трансляцию ищите в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому ролику. Во время открытой тренировки перед UFC 229 Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам. «Вы полюбите меня через три дня». Конор говорит, что его предки сражались против Англии. «Но его дедушка Кристофер Макгрегор был в английском флоте, и он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его? Я собираюсь изменить это в субботнюю ночь». Также Хабиб еще раз подтвердил, что если он и Тони Фергюсон одержат победы на UFC 229, то скорее всего UFC попытается в пятый раз организовать их бой. В свою очередь Конор Макгрегор во время открытой тренировки дал свой прогноз на поединок против Хабиба. «Разрушительный нокаут. По нему слишком легко попасть. Слишком тяжелый на ногах. Слишком предсказуемый. Я собираюсь его нокаутировать. Я начну быстро. Меня не волнует вся эта ерунда, борьба, какая-то техника и все такое. Я буду бить по его голове, как по гребаному колоколу. Поверьте мне». Напарник Конора Макгрегора Дилан Данис заявил, что считает себя улучшенной версией Хабиба, обладающей таким же уровнем борьбы, но с большим арсеналом болевых и удушающих приемов. Поэтому после каждодневных тренировок с Конором Дилан полностью уверен в готовности ирландца к поединку с Хабибом. Александр Шлеменко дал свои прогнозы на два боя UFC 229 с участием наших бойцов. В поединке Конора и Хабиба Александр считает фаворитом последнего. Он присутствовал на последней тренировке Хабиба в Экей и ему показалось, что Орел очень хорошо готов к бою с Макгрегором. А вот в поединке Волкова и Льюиса Александр не смог выделить для себя фаворита, заявив, что у обоих бойцов шансы на победу равны. Дана Уайт продолжает рассказывать о огромном внимании публики к турниру UFC 229. По словам президента UFC, сборы от продажи билетов на турнир составят не менее 17 миллионов долларов. Напомним, рекорд принадлежит турниру UFC 205. Тогда промоушен заработал 17 миллионов 700 тысяч баксов. Такой отличный показатель, по мнению Даны, сложился за счет грандиозной популярности Макгрегора и набирающей силы узнаваемости Хабиба, который помог UFC заполучить новую аудиторию в виде российских фанатов и мусульман. Также Уайт рассказал, что турниры должны посетить множество мега-звездных персон. Андерсон Сильва отреагировал на слова Конора Макгрегора о том, что он рассматривает паука в качестве одного из оппонентов для следующего супербоя. «Для меня будет честью протестировать свои навыки в бою с Конором Макгрегором. Он крайне неординарный боец и доказал всем, что его нужно уважать. Давайте сделаем это», — заявил Сильва. Даниэль Кормье рассказал о своих планах на два оставшихся поединка до конца карьеры. Несмотря на то, что Дана Уайт лоббирует проведение боя Кормье Джонс в тяжелом весе, DC уверяет, что для него бой с Джонсом имеет смысл только в полутяжелом весе, потому что именно в нем Бонс дважды победил его. Также Даниэль рассказал, что если бой с Леснером по каким-либо причинам не состоится, он даст реванш Степи Меочичу. Даррен Тилл после нескольких жестких сгонок веса в полусредний дивизион объявил о своем решении перейти в средний вес, где ему не придется так сильно истязать себя весогонкой. Юана Айджейчик была очень зла и расстроена, когда узнала об отмене поединка с Валентиной Шевченко на UFC 231. По ее словам, UFC пытались убедить ее принять бой с Шевченко на UFC 230, но она отказалась, так как не успела бы должным образом подготовиться к бою. Напомним, бой Шевченко возглавит турнир UFC 230, где Валентина встретится с Сиджарой Юбэнкс. Вчера в Грозном прошла официальная процедура взвешивания бойцов перед турниром WFCA 53, в рамках которого состоятся сразу два титульных боя. Ее результаты вы сейчас видите на своих экранах. А на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ведь только так мы оцениваем, нравится ли вам то, что мы делаем или нет. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Всем пока!